Да, об этой новости мы на самом деле давно знали, но это все было на уровне слухов, ну хотя из таких серьезных источников, но все подтвердилось. Хочу обратиться ко всем, да, у кого есть свое мнение, не стесняйтесь его выражать публично, и если хотите, пишите вот в личку, мы будем делать анонс вашего эфира, даже если у вас есть отличное мнение от нашего, тоже пишите, послушаем и ваш, посмотрим ваш эфир. Нужен переворот, пишет, а не подпольное обсуждение. В том-то и дело, КТС 1986 без аватарки. Нужны не подпольные обсуждения, да, не подпольные ники ваши вот эти фейковые. Есть мнение, скажи открыто, представься, да, открой свою страницу. А так вот, вы заметите, люди, да, скоро мы вывесим список всех фейков, которые льют воду, причем с обоих сторон, а вы смотрите, если вы их встретите, имейте в виду, что это люди, которые либо боятся выражать свое мнение и вот так кричат из-под тяжка, да, сзади, либо они проплачены и у них есть, так сказать, своя отдельная какая-то цель. Привет всем. Сейчас я не только в Инстаграме, но и в таких соцсетях, как ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Кто меня не знает, меня зовут Цирен Басангов, в интернете я везде Кюрган, с 2007 года, был активным участником форума Калмыкии, которого сейчас, к сожалению, нет. В данный момент занимаюсь конным туризмом, развитием конного туризма в Калмыкии. Моя цель – открыть Калмыкию миру, сделать туристически привлекательным регион, исходя из того, что у нас уже есть. Ну, в принципе, кто живет в городе, многие меня знают, наверное, кто, по крайней мере, в интернете активны. Я ни от кого не двигаюсь, да, я сам по себе возмутился новости о назначении человека, который был несколько лет одним из руководителей территории, которое не признано ни одним государством, в том числе и России. Человеком, который получил паспорт только в июле, ой, в апреле этого года. Почему он не получил раньше? Потому что это будет признание, что Россия участвовала в этих делах Украины. Вот, поэтому он получил только в апреле. И прошло полгода, и он всплывает у нас руководителем администрации города, или как там, глава администрации города. Его наши депутаты выбрали. Ну, в принципе, большинство из вас уже знает, да, о ситуации всей. Нас очень много, да, кто разделяет мою позицию. И новость, которая вышла вчера, думаю, она еще больше взорвала, да. Многие люди, даже знакомые, которые говорили, давайте дадим год Трапезникову, посмотрим, как он будет работать. Вчера они все практически высказались, да, о решении назначить Орлова сенатором от Калмыкии. Причем это решение было принято еще 21 сентября, подписано, вернее. Если вы зайдете на сайт главы Калмыкии, вы увидите, что дата там стоит 21 сентября. Вот. И нам неоднократно говорили, что назначение Трапезникова – это такое небольшое событие, куда важнее не пропустить Алексея Маратовича Орлова на должность сенатора. Вот. Но это нам говорили в октябре уже. Ну, вчерашняя новость все расставила по полочкам. Мы видим, что решение было принято 21 сентября. Как мне сказали, что оно было, ну, оправдывают тем, что оно было принято все-таки только вчера, а задним числом подписали, но, мне кажется, это не Шарашкина контора, где вот можно вот так взять, подписать, да, задним числом. И подтверждение косвенное тому, что сенатором Орлов стал 21 сентября, является назначение Зотова, тоже вот, одним из руководителей, да, какого-то отдела в Совете Федерации. Он был назначен, по-моему, 26 сентября. То есть, после назначения Орлова. Вот. Теперь, в принципе, все понятно, да, нам, что... Ну, не знаю, почему именно вчера эта новость вышла, может быть, чтобы люди отвлеклись, да. На самом деле, мы поняли только то, что нас обманывали, да. Но на самом деле, для нас намного важнее и страшнее то, что у руля нашего города находится человек с очень сомнительной репутацией, потому что он будет здесь каждый день с нами принимать решения, да, подписывать документы. А Орлов сидит в Сенате, да, в Совете Федерации, и, по большому счету, мы никогда не знали, кто у нас сенаторы, в основном большинство людей не знали, чем они занимаются, и нам было все равно, там, из местных, там, сидел только Батухасиков, один срок, по-моему. Вот. И мы даже не знаем, какую пользу он принес калмыки в этот момент, какую пользу принесли другие сенаторы. Вот. Ну, может быть, об этом еще скажут, но на данный момент я ничего такого не знаю. Меня вот лично больше заботит репутация нашего народа, репутация каждого из нас. Если у нас у руля останется этот человек, нам говорили, что он патриот, герой, вполне возможно, да, но у каждого своя правда. Он герой для, может быть, для одних людей, но для Украины он враг, он считается преступником, и более того, для многих жителей ДНР он также нежелательная фигура. Если вы, вот говорят, интернету не стоит верить, но зайдите в соцсети, да и почитайте, что пишут о нем простые люди. Вы, думаю, уже все разбираются, где человек настоящий, где бот, где фейк. Вот, поэтому каждый может подумать и понять, что на самом деле думают о трапезниках в том же Донецке. Почему для меня, да, вот важна репутация, помимо того, что о нем говорят, даже если это все неправда, мы все знаем, что любая война – это чье-то горе, да, кто-то на этом, кто-то погибает, кто-то страдает, кто-то теряет, а кто-то на этом зарабатывает. Думаю, это для кого не секрет, это любой здравомыслящий человек понимает, и вы знаете, что война на Донбассе, она длится уже несколько лет, с 2014 года, и не так давно, да, команда Захарченко, которого убили, да, был теракт, она вся разбежалась, исчезла. В этой команде был и Дмитрий Трапезников, почему они исчезли, они остались защищать также, да, свою родину, это вопрос к ним, а для нас это пища для размышлений. Я, как предполагаю, да, у меня нет, да, каких-то прямых доказательств, но я предполагаю, что верхушка, а у них было больше всего возможности, да, вот у этой команды, за эти годы, то, что велась война, да, они наскирдовали, да, можно сказать, какие-то финансовые, какие-то финансы, да, я думаю, они не маленькие, вот, и назначение Трапезниковым сейчас к нам, не просто там каким-то чиновникам, а руководителям города, человеком, первым лицом в городе, который подписывает, да, документы, которые принимают последнее решение, вот. Вот. И почему его сюда назначили, да? Я считаю, что его назначили для того, чтобы отмывать те деньги, которые были, можно сказать, украдены, да, на этой войне. Сейчас вот, как пишут, да, на Донбассе люди получают зарплаты, там, по 4 тысячи, то есть там в жизни не налажится, там все хуже и хуже, вот. Вот. Но деньги куда-то ушли, и, скорее всего, да, если Трапезников останется, появятся какие-то фирмы, непонятные нам, в виде инвесторов, да, которые будут выливать деньги якобы в наш город, да, но все мы знаем, как все эти инвестиции делаются, часть будет уходить еще выше. Опять же, мы это знаем все по слухам, ну, я думаю, доказательств нет, но каждый это понимает, вот. Меня обвиняли, что я вру на редкостные, да, что я вру, брешу, это говорил Чемид Джангаев и говорил Бурлаков, не помню, как его по имени, это, ну, человек, которого многие знают, да, в Калмыкии, это певец. А почему они сказали, что я вру, потому что у меня был разговор, да, на такая закрытая... ...на которой присутствовал, уже я говорю фамилии, потому что мне скрывать нечего, вы можете перепроверить, Чингис Николаевич Бериков, был Ген Санан с Курула, был Бата Манджиев, был Александр, фамилию не помню, ну, вот у Баты Манджиева можно спросить, или у Чингиса Берикова. На этой встрече мы беседовали с Ген Сананом, и он спросил, какая у меня мотивация, почему я вот так, да, высказываюсь активно против. Я ему объяснил, да, что я не против того, что Трапезников, да, не местный, то, что он не калмык, да, я не против всего этого. Но я рассказал тоже, что сейчас вам говорю, предположил, что деньги пойдут кровавые, грязные, вот, и спросил, нужно ли нам такое процветание на таких деньгах. На что он сказал, на что он так далеко не думал об этом, ну, в этом ключе он не думал, вот. И он сказал, что в таком ключе не думал, и в этот момент, в YouTube идет трансляция, да, мне говорят, что нету. Так, ну ладно, сейчас, в других зато слышно. На что Чингис Николаевич Бериков сказал, да, вот я сейчас говорю подробно, как что, потому что некоторые неправильно поняли, и, может быть, поэтому меня во лжи обвиняют. Он привел пример, что у него есть знакомый, что за знакомый, я не знаю, может быть, это какой-то, он же был следователь, может быть, это какой-то из тех людей, кого он посадил там, я не знаю, он не имеет отношения, возможно, к калмыкии, а может быть, и имеет, я этого не знаю. Он просто сказал, что у него есть знакомый какой-то, который очень сильно проворовался, поэтому я сделал, скорее всего, это тот человек, которого он, наверное, посадил, да. Но этот человек оплатил много операций детям, по-моему, он сказал 10 операций детям, вот, то есть он этот пример привел к тому, что неважно каким путем, да, откуда, какую природу имеют деньги, но если они идут на благо, на благо, то это хорошо, вот. Вот, то есть, ну, для кого, кто-то, может быть, так считает, я так не считаю, для меня деньги пахнут, если бы я считал по-другому, я, может быть, и вел другой, какой-нибудь другой образ жизни. Для меня деньги пахнут, и вот каждый из вас, да, сами для себя вопрос задайте, пахнут ли для вас деньги. Опять же, да, это не прямое доказательство, что деньги будут такими, но тот же Ченгиз Николаевич мог бы сказать, что я несу бред, да, что это глупости, он так не сказал, он привел пример. Вот, поэтому выводы делайте сами, проверяйте информацию, если кто считает, что я вру. Поэтому, да, вот каждый должен сделать вывод и для себя, пахнут ли деньги для вас, хотите ли вы процветание нашего города, да, за, на такие деньги. Я вот для себя размышляю, да, вот в Чечне сейчас, да, расцвет, там много идут какие-то, ну, развитие города, грозно развивается, да, но у них была война, они это выстрадали, выстрадали сами, да, очень, каждой, каждой семье коснулась горя, там, у каждого в семье кто-то погиб, вот. Вот, и сейчас, как бы, в Чечне, да, процветает, вот, но они сами это выстрадали. А тут, получается, погибали, страдали жители Донбасса, да, а мы будем на эти деньги процветать. Я никогда не смогу это принять, и я думаю, весь мир, как бы, должен видеть, что мы это не принимаем, потому что я считаю, что нас осудят все, весь мир нас осудит, все, кто, даже те, кто находится в России, да, те, кто находится, тем более, на Донбассе, да, кто до сих пор воюет за свою землю, и осудят все европейские страны, ну, все страны ООН. Почему, да, опасно то, что Трапезников находится на должности главы нашей республики, ой, нашего города, что-то я оговорился, не знаю, почему так, да. Ну, нам говорят, что затащит же, сказали, что он инвесторов каких-то подтащит, а вот откуда деньги он затащит, думайте сами, откуда он пришел, где у него есть связи, откуда он может притащить инвесторов. Мы теперь все понимаем, да, что Трапезников, глава города, он уже принимает какие-то решения, люди ходят к нему на поклон, да, просят его что-то там сделать. Но есть такой пример, да, вот из жизни, да, у меня есть один друг, который был большим начальником в нашей налоговой, в Калмыцкой, да, вот, и у него был такой случай, когда его просили поставить подпись под одним документом, чтобы вывести деньги большие, я вот подробностей не знаю, но факт в том, что он должен был поставить подпись, И около 160 миллионов должны были осесть в чьем-то кармане, получается. Вот. Он отказался. Он отказался и за это пострадал. Его отправили начальником в район куда-то, да, то есть еще потом куда-то, в итоге он потом уволился и уехал работать в Москву. А на его место пришел другой человек, другой начальник, который спокойно поставил подпись под тем документом, деньги вывели и человек после этого уволился. Все. Вот его вся задача была. Украсть деньги, получается. И вот представьте, да, что сейчас у нас сидит Трапезников, да, человек сомнительной репутации. И теперь я вот обращаюсь, да, к нашим землякам, офицерам, да, которые работают в полиции, там, в прокуратуре, в следственном управлении. Обращаюсь к простым, да, ребятам, которые, как сказать, не к руководителям, ну и к руководителям тоже, чтобы вы пристально следили за каждым движением Дмитрия Трапезникова, за каждой его подписью, за каждым документом, да. Потому что вам могут, да, сказать, чтобы вы, как сказать, ну, сверху, да, приказать, чтобы вы не обращали, может быть, внимания. Но тут репутация, под вопросом репутации народа и репутация каждого из нас. Поэтому обращаюсь к вам, чтобы вы нашли в себе смелость, если увидите что-то преступное, да, с той стороны, и не закрыли глаза на эти моменты. Потому что я все больше уверен в том, что так и будет. Вот. Поэтому... Так, немножечко. Решайте сами, как вам поступать. Адвокатор пишет. Расскажи, как поменяли условия конкурса под него, любой гражданин России. А, да. На сайте ЭГС вывешено положение о конкурсе, да. Вы можете все зайти и посмотреть его. И завтра депутаты ЭГС собираются принять это положение, а в нем упрощены условия. В нем упрощены условия. И теперь фактически, там, чуть ли не для того, чтобы быть главой города, достаточно, там, высшего образования. Вы посмотрите, особенно юристы, почитайте, разберитесь. И если это так, я предлагаю всем, да, нашим жителям, всем, кто смотрит, да, всем, у кого есть высшее образование, подавать заявку на главу города Элисты. Вот, чтобы там были сотни тысячи заявок. И пусть депутаты ЭГС принимают решение. Тогда уже посмотрим, какое они решение примут. Чем Дмитрий Трапезников лучше, да, сотни тысячи наших специалистов, да, тех, у кого есть высшее образование. Вот, напишите, у кого есть высшее образование и кто готов подать заявку на замещение должности главы города Элиста. А я пока почитаю вопросы еще. Будем мериться образованием. Так, пишут, не будет инвестиций с Донбасса, очередная ложь, а вот его сомнительная репутация будет отсвечивать на репутацию нашего города и нашей республики. Это факт. Ну, будут инвестиции, инвестиции, естественно, будут не с Донбасса, потому что там люди и так бедствуют. И инвестиции будут с денег, которые, инвестиции будут с денег украденных на Донбассе. Так, скорее всего, я думаю. Может быть, будут, а может, и не будут, может быть, выправы. Качана, Терека, Манджика, тяните на эфир, у них аудитория большая. Ну, мы никого не тянем на эфир, я всем предлагаю, да, все меня слышат. Кто хочет, выскажите свою позицию гражданскую. Насколько я знаю, например, бюджетники, да, не бюджетники, а вот госслужащие, им нельзя по контракту выражать свое мнение. Кому можно, те высказывайте, кто не боится, высказывайте. И хочу сказать, да, смысл бояться вообще тут, я вообще не понимаю, когда там люди говорят, что про смелость, да, там, про страх. Кто вам мешает высказать свое мнение? Вы его высказываете, там, на кухне, там, в разговорах частных. Скажите это прямо, если вам скрывать нечего. Если Терек захочет высказаться, с удовольствием его послушаю. И кто там еще был, Катчан, еще кто-то там, Манчик, да, не знаю, о ком вы говорите. Так, кстати, да, сегодня был, должен был быть прием у Чемида Джангаева, депутата, общественной приемной Единой России. Но его там не было, может быть и был, да, но когда к нему пришли, его не застали. На его месте сидел помощник, который, по сути, ничего не решает. Кто-то пишет, какая разница, пусть тащит, Bad Company 08. А о чем это? Если об инвестициях, ну, если до вас деньги не пахнут, пусть тащат. Условия конкурса – это прерогатива ЭГС. Без сомнений, это прерогатива ЭГС, да, раз уж они народные избранники, мы их избрали, да, и они сами решат, какие будут условия, но если под эти условия подходят все, то все и подойдут заявку. Цирен, какой сейчас результат, каково настроение в Белом доме? Ну, если честно, я не знаю, да, в Белый дом я так прям особо не вхож, то есть только если кому-нибудь на прием, вот. Результат чего? Результат, я могу только осудить по настроению в соцсетях. Я не вижу людей, которые довольны, да, решением назначения, да, Орлова. И хочется узнать у тех, кто был за назначение Трапезникова, поменяли ли они свое мнение или не поменяли. Так, Цирен Дадаев пишет, у меня два высших, я смотрел в Орламово, поэтому у меня тоже есть план. Здорово. Цирен, подавай заявку. Может быть, ты будешь мэром. Так, Адьян Бадон пишет, ходили сегодня к Джангаеву, не было его, вместо него был некомпетентный зам. Адвукатор тоже смотрит в Орламово. Кто такой в Орламово вообще? Тоже надо посмотреть. Да этот терек деревья сажал с хасиком и трапезой, и был давил. Что был давил, не был. Ну, вообще деревья сажать, это неплохо. Я тоже думал поехать, да, на Охуру и посадить деревья. Просто я пообщался с людьми, специалистами, они вообще говорят, что на убывающую луну сажать нежелательно. Большинство растений, скорее всего, не приживутся. Но надо все равно пробовать, какие-то приживутся же. И сажать надо всегда. И я вам предлагаю, кстати, обратить внимание на деятельность ИКЦ-помощник. Это руководитель Баира Цыгаменка, она тоже, да, выступала на площади. Они вот реально постоянно занимаются посадкой растений в пустыне. Им нужна помощь бывает. Они мне звонили, вот не помню, когда, ну вот, когда это было. Осенью, что ли, нет, не осенью, когда это было. Ну, в общем-то, тоже мне предлагали поехать в Бергин, заняться, да, посадкой растений, то есть, заняться борьбой с пустынью. Я собирался тоже ехать, что-то потом, не знаю, то ли машины не было, ничего, я не поехал. За это, кстати, даже платят какие-то там небольшие деньги. Вот, кто хочет, подключайтесь. Я думаю, это тоже полезно. И если думать популизм или не популизм, да, посадки трапезниковым растений, деятельность ИКЦ-помощник, это точно не популизм. Потому что они мало кто знает. А сажают они уже не первый год. Так, в свое время отстранили сити-менеджера Андреева НБ по причине отсутствия муниципального стажа. Слово за надзорным органом. Кстати, хорошее замечание. А надзорный орган это кто? Кто его отстранял? Джангаев Инсту удалил вопрос. Точно не знаю. Посмотрите. Так, бюджетников по примеру твоего знакомого из налога попрут с работы. Да, ну вот, возможно, да, попрут. Но представьте, да, всех же не попрут. Вот, он был начальником, да, и у него, его моральные принципы не дали ему совершить, да, то, что было совершено после него. Вот, и тут все зависит, конечно, от каждого человека. Вот, какие моральные принципы. Так, бюджетники были на мидинге 13-го. Да, 13-го числа было очень много бюджетников. И сейчас их будет еще больше, потому что я вот с кем общаюсь, они говорят. Поэтому бюджетникам не запрещено посещать митинги. У них в контракте написано, что нельзя ругать власть, ну, у госслужащих, может быть, не у всех бюджетников, да. Вот, у госслужащих написано, что им нельзя ругать власть, им публичное, да, как-то решение какие-то, еще что-то. Я точно не помню, но каждый, кто госслужащий, посмотрите свои контракты. Вот, но даже госслужащие были на этом митинге, потому что, если вы пришли на митинг, не кричите лозунгов, да, там, без транспарантов, то вы не нарушаете закон. Поэтому не бойтесь приходить, вас точно не уволят, да, потому что приходили сами начальники, да, отделов всяких, руководителей, да, разного уровня. Были главы СМО с районов, говорят. То есть много кого было. То есть я уверен, что большинство людей понимает, поддерживает нас, но в силу, да, своих должностей не могут открыто об этом говорить, но я уверен, что они не будут как минимум препятствовать вашему участию в митинге. Какие нафиг инвестиции? Трапеза пришел точно не инвестировать, что вам прям доброе сердце. Ну да. Может, скорее всего, так, но если инвестиции будут, то будут они, понятно откуда. Адьян пишет. У меня на странице эфир с походом к Джангаеву и Манджиковой. Да, вот Адьян сегодня ходил к депутатам, депутату ИГС Джангаеву и к депутату Хурала Манджиковой. Эфиры сохранены, зайдите обязательно, посмотрите, что говорит Манджикова. Так, это Серов будет свой кандидат, да, это Манджикова сказала. Да и надо не одного кандидата, а много. Там, получается, условия упрощены, поэтому многие смогут подойти под эти условия. Так. Должность сити-менеджера упразднена. Сейчас должность звучит глава города Элиста, глава администрации города Элисты. Это сделали под Трапезникова. Ну, они сделали, да, под Трапезникова, а, соответственно, естественно, и каждый практически из нас, да, подходит под эти условия. Поэтому обязательно, люди, найдите время, да, чтобы подать заявку на этот конкурс. Я тоже буду подавать. У меня тоже есть высшее образование. Илья Варламов, блогер-урбанист. Вы серьезно хотите, чтобы главой города была Зоя Санджиева? А, я писал, да, Зои, там, подавая главу, главы города. Я хочу, чтобы был хоть кто, но не, как его, не Трапезников. Почему, да, я предложил Зою Санджиеву, я ее знаю лично, да, вот все говорят, что она с командой Орлова, но я ее знаю до того, как она начала заниматься политикой. Она была обычным предпринимателем, участвовала в выборах, как, куда там, в депутаты, да, в Госдуму. И после этого она стала работать министром. Я видел, что она активна, она ездит на всякие эти, как его, семинары, на всякие мероприятия, да, то есть у нее плюс то, что она женщина. Потому что у нас есть пример, да, Сардана Аксиньева. Конечно, я не уверен, что Зоя будет такой же, да, вот, но... Если была бы Зоя даже, это уже намного лучше, чем Дмитрий Трапезников. Монахсе, Бальдина, быть наивными, какие инвестиции от этого вора сомнительной репутацией. Такие могут только врать и воровать. Тем более, да. Тем более, он зачем здесь нужен тогда. Вот, отстранил Андреева. По прокуратуре нужно стучаться. Да, нужно стучаться. Стучитесь все. Так, не успевая за вопросами, кстати, время сколько? Ага, еще чуть-чуть есть. Кюргам нужен компромисс в тек... В текущей ситуации Трапезников остается, но меняем устав. Через год выборы. Но уже такой компромисс нас не устраивает. За год он много, что может наворотить. Поэтому нас не устраивает такой компромисс. Если он хочет действительно помогать городу, пусть помогает в каком-то другом ключе. Зачем ему быть главой города? Изначально мы так даже предлагали, да, Бату Сергеевич? Но сейчас уже... Мы вообще теперь уже... Ну, лично я считаю, что вообще он не нужен в листе. Как чиновник. Так. Приходить надо всем, всех не уволят. Если вы не придете, вы подставляете тех, кто придет. Ну да, правильно. Чем больше людей придут, тем лучше. Всех точно не уволят. Зоя не склонна к системной работе. Ну, я не знаю, к чему она склонна, не склонна. Так, тогда давайте всех калмыцких женщин... Давайте, я же говорю, все подавайте заявки. Потому же, я уверен, что Зоя не будет подавать заявку. Она, если вот она поздравляла, да, этого, как его, Зотова, да. Наверное, она теперь в его команде и, скорее всего, там уже будет работать с ним. Потому что она уволилась как раз в те же даты. То, что сейчас, да, вот Трапезников хочет выдать за свою работу, это и заслуга того же окона, да, на которого сейчас возбуждено уголовное дело. Дороги, да, все начали сделать, если вы жили в прошлом году в Элисте, дороги еще в прошлом году активно делались. И то, что сейчас делается, это делается не по, как сказать... Это не заслуга Трапезникова. Наоборот, сейчас они не успевают. Все сроки, как сказать, упущены, запущены. И если вы ездили по улице Осипенко, проедитесь по ней, посмотрите, как ее наскоряк закатали. Она, новый асфальт, и он весь кривой. То есть, получается, деньги закатали в асфальт. Просто так, потому что все равно придется переделывать. Пусть дальше воруют. Главное, чтобы не Трапезников, бешеная позиция. Ну, Анна, у меня не такая позиция. Я против воровства, если вы все слушали. Если бы вы меня знали, вы бы так не думали. Я не знаю вас, и вы не знаете меня. Зоя, это глупо. Наверное, глупо, да. Но я к чему говорю, почему я говорю, всем подавать заявки, чтобы превратить вот эту комиссию, вот эту всю фарс. Потому что раз они пытаются протащить Трапезникова, мы превратим этот конкурс в веселую народную игру. Каждый, подавайте заявки. Прибавим работы депутатам, если они этого хотят. Цигаменко-Баира. Да, вот, было бы здорово, если бы Баира была главой города. Я уже, кстати, у себя в истории сравнивал голосование Баира-Цигаменко и Трапезникова, Дмитрий. Все голосуют за Баиру. Несколько человек проголосовали за Трапезникова. Я вот хочу тоже вывесить их аккаунты, да, и спросить у них, чтобы они поделились, почему у Трапезников лучше, чем Цигаменко-Баира. Цирен заявки будете подавать просто для количества. Мы будем подавать заявки, потому что мы подходим под эти условия. Вот. Ну и для количества, да. Зачем подавать всем заявки, чтобы не прошел Трапезников? Сейчас условия подстраиваются под него. Завтра ЭГС примет положение, по которому Трапезников сможет быть главой города. Сейчас он не может по закону быть главой города, поэтому он исполняющий обязанности, но завтра депутаты примут решение. Посмотрим, кстати, кто проголосует за это решение. И там будет, после этого можно будет подавать всем заявки. Бату делал попытки начать диалог с вами. Ну, попытки делал не Бату, попытки делал, можно сказать, вот, Наранда, Кюкеев, Чингизбериков. Они вели диалог с нами, предложили встретиться с Бату Сергеевичем. Он не хотел встречаться, но в итоге встретились мы. Это был последний диалог такой, открытый. Условно открытый, потому что эта встреча была закрытая. Но там было много людей. После этого диалога, можно сказать, такого прямого не было. И не было до сих пор ответа на резолюцию митинга от 13 октября. Камила Гаджиева в мэрию пишет. Да, вполне возможно, и он подходит под этот, как сказать, под условия наших депутатов. Адвокат пишет, условия, чтобы быть главой города, гражданство РФ и высшее образование. Все. Ну, под эти условия подходит большинство калмыков. Вы все знаете, что наш регион, да, один из лучших, да, по этому показателю. Кто такой Цыгаменка? Цыгаменка Баира. Кто такая? Это руководитель информационно-консультационного центра помощника. Они помогают фермерам составлять документы для получения субсидий, грантов и прочего. То есть они, это консультационный центр. И они вот занимаются борьбой с опустыниванием. СОД ОМУНов очень рассудительный. СОД тоже, я думаю, имеет высшее образование. Тоже будем просить его, чтобы он подал заявку. Хочу, да, уточнить, что я не считаю, что я справлюсь с этой должностью, да, руководитель или там ОДИАН, или СОД. Конечно, должен быть очень компетентный человек, потому что там, вы знаете, что наш город в больших долгах, каждый год кредитуется. Вот. Но если станет такой вопрос, например, трапезников или ОДИАН, естественно, буду топить за ОДИАНа. Потому что, как кто-то говорил, да, из того уже, не помню кто, достаточно не воровать, чтобы ситуация стала улучшаться. В цирк не превращайте, должны подавать те, кто знает, что сможет. Уже цирк длится целый месяц. Батыров Е-74, если вы не заметили. Вот. И лично вы можете не подавать, если хотите. А кто хочет, те подойдут. Мэрия опубликовала официальные условия для кандидатов в мэры. Мэрия, не мэрия, а депутаты ЭГС, есть сайт депутатов ЭГС. Там вывесили уже проект положения о конкурсе. Любой может зайти и посмотреть его условия. Дорождеев надо главой. Бату, походу, уже вздулся. Дорождеев, он сейчас, по-моему, замгубернатора Волгоградской области. Вряд ли он сюда захочет прийти. Так, 54 минуты. Ну, в принципе, вопросы... Так, кстати. Наран Кюкеев, Бериков Чингис Николаевич. Это руководитель администрации, да? Главы республики Калмыкия. А Кюкеев Наран Геннадьевич, это зам предправительства, которое будет курировать сферы ЖКХ и строительства. Вот за это назначение, действительно, я лично радуюсь, потому что я знаю, что это за человек. И уверен, что он патриот настоящий. Так, через 5 минут приблизительно начнется эфир Бадмы Берчиева. Обязательно тоже зайдите, посмотрите. Тема эфира «Как изменится повестка митинга» 27 октября. Обязательно послушайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Все вопросы не успел почитать, но я думаю, ответы должны рождаться у вас в голове. У каждого. Всего доброго. Переходите к Бадма 73. Ссылка есть у меня в истории. Всего доброго.